19 августа 1980 года самолет локхит l1011 tristar авиакомпании саудия arabian airlines выполнял плановый рейс 163 по маршруту карачи эррият джидда на борту самолета находился 301 человек 287 пассажиров и 14 членов экипажа в 18 часов 8 минут по гринвичу рейс 163 вылетел из рияда и взял курс на джидду через семь минут после взлета когда лайнер набирал высоту 6700 метров сработала автоматическая сигнализация пожар в заднем грузовом отсеке а также во втором двигатель бортинженер сообщил о проблеме командиру который принял решение вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку когда самолет находился в 80 километрах от аэропорта второй пилот связался с диспетчером запросив разрешение на вынужденную посадку получив согласие диспетчера командир отключил второй двигатель и выполнил разворот на обратный курс пожар в грузовом отсеке тем временем распространялся достаточно быстро интенсивное пламя которая уже вырывалась из-под обшивки фюзеляжа рейса 163 заметили пилоты пролетавшего рядом самолета в то же время экипажу рейса 163 не удавалось разобраться в инструкции устранение пожара в грузовом отсеке поскольку руководство по эксплуатации лайнера локхед l1011 tristar было написано на английском языке которым экипаж владел на недостаточном уровне в итоге пилоты задействовали систему пожаротушения и командир отправил бортинженера в пассажирский салон для проверки вернувшись в кабину бортинженер сообщил о небольшом задымлении последнем салоне в хвостовой части при заходе на посадку в рияде командир попросил диспетчера подготовить службы аэропорта для эвакуации пассажиров и тушение пожара диспетчер спросил о количестве людей на борту на что командир ответил похоже у нас полная загрузка в 18 часов 27 минут в кабину пилотов прибежал бортпроводник и сообщила драки которую завязали пассажиры в борьбе за место в передней части салона обеспокоенные пассажиры в панике переместились в передний салон опасаясь ядовитого дыма стюардессы пытались заставить пассажиров занять свои места по внутренней связи командир попросил людей оставаться на своих местах и приготовиться к аварийной посадке несмотря на хаос в пассажирском салоне и нарушение центровки 18 часов 36 минут экипаж совершил безаварийную посадку однако вместо немедленной остановки на взлет на посадочной полосе пилоты повернули на рулежную дорожку по которой они проехали еще почти три минуты 18 часов 40 минут с борта рейса пришло последнее сообщение пытаемся начать эвакуацию по невыясненным причинам экипаж рейса 163 так и не смог открыть ни одну из дверей аварийного выхода в это время огонь из грузового отсека уже проник в пассажирский салон службы аэропорта также не сумели быстро открыть основные выходы спасателям понадобилось 23 минуты чтобы разобраться в соответствующей инструкции на английском языке после того как службы открыли основную дверь произошло мгновенное воспламенение огонь распространялся по всему салону и весь самолет охватило пламя через пять минут пожар был ликвидирован лайнер выгорел полностью кроме крыльев и вертикального хвостового стабилизатора в результате промедления с эвакуации все 287 пассажиров и 14 членов экипажа находившийся на борту рейса 163 погибли для расследования причин катастрофы власти саудовской аравии пригласили специалистов американского национального совета по безопасности на транспорте и консультантов из британского отдела по расследованию авиационных происшествий представители авиакомпании saudi arabian airlines заявили что пожарные нашли в салоне самолета газовую плитку с баллоном бутана взрыв которого и послужил причиной пожара в заднем грузовом отсеке однако эксперты ntsb и британские коллеги не согласились с таким заключением по мнению специалистов причиной пожара стала используемая в управлении самолетом огнеопасная гидравлическая жидкость которая воспламенилась вследствие короткого замыкания в межпереборочном пространстве грузового отсека в котором переплетаются электропроводка и гидравлические линии а также дополнительными причинами катастрофы последовали промедление с эвакуацией службы аэропорта не были подготовлены к подобным аварийным ситуациям и не сумели оперативно выполнить свои обязанности задержка самолета экипажем на рулевой дорожке вместо немедленной остановки на взлетно-посадочной полосе после приземления плохое владение аварийными службами аэропорта и экипажем английским языком это помешало в частности аварийным службам быстро разобраться в инструкции по открыванию основных дверей в салон локхит l1011 tristar и начать эвакуацию примечательно что точная причина гибели пассажиров и экипажа в отчете не указано вскрытие тел погибших не проводилось так как по законам ислама хоронить умерших необходимо в день смерти и до захода солнца власти саудовской аравии строго запретили проводить любые экспертизы и передали тела жертв катастрофы их родственникам данные о характере повреждений на телах погибших заносили в протоколы только со слов пожарных аэропорта рияда это авиакатастрофа остается крупнейшей в истории саудовской аравии